добрый день меня зовут роман и я профессиональный дипломированный росток ветки то есть а также по совместительству любыми саиши а также блогер и сегодня вам покажу свой день в джиньцзянском университете науки и техники вообще коротко о себе я окончил московскую высшую школу экономики после этого решил применить свои знания на практике поступить в китайский год однако был занят написанием диплома сдача экзаменов поэтому я переложил всю эту волокиту с бумагами на компанию red planet которые все это точно справились я поступил в выбранный мной сначально джиньцзянский финансово-экономический университет а по окончании я уже самостоятельно поступил на магистратуру на кита язычную программу международной торговли на гранд си и си и сегодня вам покажем немного кухню расскажем о социализации китае а также свой просто обычный день там находится наше общежитие есть небольшой сад а также там напротив находится столовая столовой два этажа food court здесь есть китайская классическая бургерная а также пельмешки рис лапша и все остальное вот так выглядит третий этаж здесь побольше пространство и принципе побольше мест и можно взять разнообразную еду включая супы рис лапшу сейчас у меня два подноса надеюсь всем хватит а на подносе у меня бывший завтрак студента китай в принципе у тебя выбор небольшой либо рис либо лапша иногда в разнообразии можно добавить пельмени пельмени тоже необычные их много видов но об этом может быть другой раз сейчас у меня на тарелке можете видеть курицу курица китая распространена ее много свинины меньше и один еще лучше также находится картофельная соломка кислоострое и помидоры с яйцом в принципе это такая классика когда я ездил основных восемь кухни и позвоночник а по-дай-си я сейчас я нахожусь ханжоу джиньцян сюда же входит ниже провинция путян слева у нас находится тянси и танцу а уходе находится между ними также выделяют кантонскую кухню сычанскую острову шангутскую и я бы наверно выделим еще синьцянскую хотя и официально не выделяю почему потому что у нас не то что кавказцы хорошо заниматься мясом но здесь говорят что и так мясом управляют только синьцянцы потому что они являются скотоводами работают с мясом баранина с ними не не трогают поэтому китайцы сами посещают шоу хау и все мясные заведения обычно в синьцянках так будет учебный корпус на занятие будет проходить кабинете с 103 приезжая в китай у многих иностранцев возникает вопрос как же социализироваться в китае как найти друзей конечно же у вас будут вашей группе вашем университете общежитии которые специально выделены по иностранных студентов будут разные интернациональные студенты не нужно быть в этом плане закрытым это могут быть как ребята из россии казахстана киргизии а также ближнего дальнего зарубежья поэтому будьте открыты каждый из вас здесь является иностранцем у всех у вас есть какие-то общие ценности и проблемы которые вы можете вместе решать обязательно китайцы китайцы тут много тяжелее потому что мы встречаем несколько проблем одна из них это языковой барьер многие китайцы не говорят на английском языке поэтому я думаю что ваши языковые курсы будут вам помогать освоение первую очередь я сторонник того чтобы найти то что вам нравится какую-то группу людей если вы занимаетесь спортом отлично может познакомиться с единомышленниками в спортзале если вы хотите заниматься стрельбой из лука заниматься музыкой благо университет предоставляет большие возможности для этого может найти по своему хобби интересу то занятие где будут ходить китайские студенты может быть даже корейский язык и вы можете вместе общаться даже если ваш уровень языка небольшой китайцы они в основном никогда вас не смеют не начнут подстегивать может даже сказать что неправильно но они бы понимают то что это не ваш родной язык более того они считают что китайский вообще в принципе выучить невозможно иностранцу но и китайцы говорят что если бы они не были китайцами никогда бы в жизни начали учить столь сложный язык но вы уже встали на этот путь поэтому как говорит в китае дяйо в группе вы сможете найти себе друзей у вас будут общие хобби вы сможете более детально обникнуть как говорится какие-то определенные термины на китайском языке это поможет вам развиваться больше и больше примеру сам я обожаю каллиграфию поэтому по следующей случайности мне удалось найти одного кофейника который делает прекрасный кофе и мы с ним занимаемся каллиграфии многие друзья кто не разделяет мою страсть к живописи использование кисти они могут не знать многих терминов которые используют каллиграфы это стиле инструменты и некоторые какие-то детальные моменты однако я думаю если вы вступите в какую-то группу по вашему желанию по вашим интересам вы сможете обсовестись друзьями поделиться контактами обменивается информацией и более детально изучать язык в том направлении которое вам нравится более того китайцы они всегда открыты к иностранцев особенно из россии если не узнают что вы русский то многих еще старшего поколения остается вспоминания о дружеском ссср они могут какие-то шутки вам рассказать может они какие-то неудоты читали также они будут готовы вам помочь в изучении китайского языка тут главное понимать их специфику пускай они доброжелательные и открыты все равно они также как и вы могут быть не социализированы и может быть трудно заводить новые знакомства поэтому например у меня есть много контактов в телефоне людей с которыми я познакомился добавил их в себе вичат обязательно иметь инструменты для добавления друзей это может развиваться популярная или чуть-чуть более старая версия у меня есть множество контактов которых я добавил мы познакомились люди открыты но в дальнейшем разговор у нас не складывался потому что нам было просто не о чем говорить или не было что обсуждать но все равно китайцы всегда готовы к вам добавится потому что для многих вы являетесь первым иностранцем их жизни раньше не могли их не видеть особенно если не приезжали из других провинций более маленьких городов то для них вы первым образом отношения с западом в этом плане нужно всегда отнестись с пониманием что у них другая культура когда вы приедете китай вы должны просто понимать что вы здесь иностранец и бывают моменты которые вам могут не нравиться но постарайтесь их просто пропускать сквозь пальцы чтобы это вам не мешало коммуницировать с людьми и выстраивать отношения не могу даже не знать к примеру часто вы можете услышать харчки харчки на улице в кафе даже в ресторанах может быть такое вы даже понимаете что и не потому что они не культурная их культура немного отличается от нашей и в их культуре слюна содержит негативную энергию и от нее надо избавляться его стоит с точки зрения это имеет смысл они даже могут не подозревать что вообще у нас на западе не принято например чавкать прыгать или плевать чавканье показывает насколько еда вкусная насколько ты готов ее есть с удовольствием она еще добавляет больше воздуха для увеличения чувств языковых поэтому для них это тоже является культурным шоком культурный шок языковой барьер является главными причинами затормаживания процесса социализации но вы всегда будьте просто готовы вливаться у вас также будут иностранные друзья которые нашли и будут находить на друзей вы сможете с ними выходить кушать китайцы обожают вместе кушать и так будете завалить знакомства знакомства никогда не стесняйтесь не бойтесь они к вам относится доброжелательно потому что вы гости в их стране который проявляет уважение любовь к культуре поэтому самое главное просто не опускать руки ждать своего момента и поймать эту птицу удачи за хвост прямо напротив нашего университета чайзянского университета науки и техники расположен вот такой парк в традиционном китайском стиле сюда можно прийти как раз во время перерыва когда большая перемена у вас либо есть окно между парами можно занять себе место беседки наслаждаться видами либо готовиться занятию парк довольно большой поэтому будут сюда посмотреть что новенькое даже есть небольшой кафетерий давайте пройдем к речке китайцев есть тенденция на озеленение поэтому они через часто именно в каких-то своих микрорайонах устраивают парки сады и это все в ведомстве района поэтому они могут отличаться и это разнообразие конечно идет только в плюс особенно прохладную погоду когда не так жарко сидит на улице можно спокойно выйти и насладиться видами запомните этот звук он будет вас китай раздражать больше всего при сдаче назад машина произносит внимание автомобиль сдает назад смотря на то что университет сам по себе старый ему уже более 10 лет каждый год его обновляют добавляют какие-то новые дни сюда проверяют и оценивают какие были советы от учеников так лучше сделать что может добавить поэтому вуз мне кажется с таким старым не всегда что появляется появляются места для студентов где можно отдыхнуть перерыве как можно заметить довольно много деревьев в тени хорошо можно укрываться а дождя вряд ли конечно но вот от солнечной жары да в ханжоу довольно солнечно будьте готовы что витамин d вам здесь не потребуется у тебя у вас будет вырабатываться круглый год постоянно депрессия вам не грозит более того сейчас мы повернем и вы увидите пальмы поэтому когда приезжать сюда первый раз у вас складывается такое ощущение как будто вы где-то находитесь во флориде в майами сегодня много облачно поэтому сможете не так эффектно но в самом-то деле во время солнечных дней это смотрится будто вы находитесь где-то на курорте просто будут упадать в другую реальность за моей спиной сейчас находится библиотека нашего университета когда выполнена в конструктивистском стиле также есть расположен фонтан фонтан сейчас не работает однако определенные часы можно посмотреть на целое шоу из фонтана здесь полукруг является фонтанной зоной поэтому здесь сухо быть не может привыкайте к тому что в ханжоу и вообще на востоке от янзы будет довольно влажно эта влага очень сильно влияет на ощущение погоды минусы здесь не бывает поэтому пальмы здесь растут прекрасно тот же точно так же как и в сочи однако несмотря на это зимой температура опускается до плюс пяти но из-за влажности холод неописуемый у меня были перчатки которые удерживали в россии минус 15 однако здесь они просто ни к чему но есть свои плюсы свои плюсы у юга тоже есть это фрукты здесь видно эти желтые плоды обычно плоды поспевают ближе к декабрю декабрю представляете в декабрю вы можете потаскать отсюда очень вкусные фрукты и вам за это ничего не будет главное чтобы они были не ядовитыми поэтому но у благо у вас к времени уже будет страховка можно этого не бояться что если вы попадете это довольно приятно входить в ароматах цитруса смотреть на пальмы видеть здание библиотеки также фонтан дают ощущение того что вы где-то находитесь в другом месте потому что ну пальмы у нас в россии не везде растут они еще зеленые но уже довольно весомые у нас была шутка что это такие китайские мощные яблоки но на самом деле нет кожура у них довольно толстая все равно нужно будет подумать чем мы срезать лучше ножичком а так можем на кампусе найти много различных мест они все отличаются восточной стороне находятся вечно зеленые пихты и сосны поэтому там тоже довольно красиво но мне всегда поражают пальмы как низкие так и высокие само общежитие интернациональных студентов называется фрэншип билдинг либо по-китайски йоуи лоу йоуи дружба здесь находится митинг рун в общежитии записано проводить друзей из других университетов есть специальное помещение где вы можете позаниматься обсудить встретиться можно даже покушать там находится кондиционеры поэтому летнее время вполне хорошо там посидеть находятся три лифта так я живу на втором этаже я обычно не пользуюсь лифтом а много включаю свои режимы физическую культуру и поднимаюсь пешком несомненно лифт является плюсом данного общежития поскольку например в джазианского финансово-экономическом университете лифта не было и подниматься на четвертый и пятый этаж нужно было пешком вот так выглядит коридор общежития здесь находится подсобка работниц здесь находится кухня приятного аппетита кухня большая у каждого есть свой шкафчик есть микроволновка а также плиты и вытяжка из минусов могу подчеркнуть нехватку стиральных машин если взятка финансово-экономическом университете в каждой комнате была стиральная машина то здесь же стиральная машина одна на три этажа точнее 1 2 3 а это одна больше что 2 3 4 потому что 1 это вход но вы же там если не ошибаюсь есть две стиральные машины и две сушильные вот тут над ком этой работниц второго этажа находится прачечная находится одна стиральная машина и одна сушилка все электронно можно сделать стирка стоит в районе 4 и они сушка 3-7 в зависимости от времени сушки выбираешь сам первом этаже общежития также располагается китайский уголок либо культурный уголок здесь все остается чем-то занимаются как самоспредотовкой так и слушают курсы созваниваются если лучше не шуметь поэтому пойдем если же за сказать для занятий уже на улице вечер мы идем уже перед последними парами здесь есть напитки здесь возвращают посуду есть гонконгская кухня тут все на выбор но она немного острова то а также можем посмотреть тоже такой же формат вот написано делишес мальтипл чойс здесь находится оплата касса здесь находится вход касса есть на той стороне также есть постоянно пополняют по необходимости и по наличию есть то же самое только вроде как побольше китай очень быстро темнеет сейчас пол седьмого но уже темновато у нас в седьмом здании занятия кабинет 119 первый этаж 12 кабинет здание mba но корпуса все близко поэтому перебегать от пары к паре довольно недалеко вот там второе здание где у нас было только что занятие не своя атмосфера 2 сторон от общежития находятся два небольших магазина где можно купить все самое важное нужно даже в первые дни это постельное белье подушки туалетную бумагу а также переходники и удлинители то есть здесь у нас это эта бумага можно посмотреть на ценнике ножи кухонного утварь находится на съеда один из моих самых любимых заварных дошираков сейчас если его найду вот он стоит 6 юаней внутри находится томатный соус это и получается очень вкусно также есть чипсы чита слэйс принглс китайские аналоги здесь также бытовая утвер находится можно прикупить постельное белье тапочки для стирки все необходимое напитки мороженое также можно посмотреть отдел сладостей сладости в китае есть их немного но они есть включая хлеб хлеб у них сладкий и на выходе касса можно оплатить джифу балл или алипэй или вичатом наличка используется крайне редко карты тоже не видел чтобы китайцы сами использовали в основном это все через qr-код посредством находятся вот такие жареная лепешка по шендуински вот мои занятия закончились день подошел к концу я вернусь сейчас в общежитие где буду готовиться к отдыху и к завтрашнему дню сегодня мы посмотрели многое увидели поговорили о социализации о занятиях вы посмотрели лично как то все происходит много конечно не было сказано не было очень много показано но я надеюсь в будущем может быть будет такая возможность вам показать еще больше о китае в ханчжоу а также вы можете посмотреть другие видео подписаться на канал оставить комментарий если какие-то будут вопросы возможно выйдет в будущем еще один ролик где я постараюсь объяснить или дать подробный ответ на те вопросы которые вы написали а всем хорошего дня вечера до скорых встреч